Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про один из моих любимых лондонских районов под названием Челси. Мне удалось пожить в этом районе, точнее в районе Кенсингтон и Челси. И на Эрскорте я жила. Это как раз-таки граница между Кенсингтоном и Челси. Это два совмещенных вместе района. Но сегодня конкретно расскажу о Челси. Именно за этот футбольный клуб я болела, когда жила на Эрскорте. И благодаря этому району я назвала свою собаку Челси. Ну, о моей собачке вы уже много роликов видели. Если никто не помнит, смотрите все ролики в этом плейлисте. Район Челси ограничен областью Kings Road, набережной реки Темзы, а также южным Кенсингтоном. На западе он граничит с районом Фуллом, о котором я вам недавно рассказывала. А на востоке с районом Пимлику. Границы района Челси начинаются с площади Слоун-сквея. Это, наверное, основная, главная площадь Челси. Там же находится Саач Гэллери, где часто проходят выставки современного искусства. И куда я практически каждый год раз по 10 ходила. Каждый раз, когда открывалась новая выставка, я спешила туда снять новые репортажи. Ну и посмотреть, поохать, поахать, повосхищаться и также поудивляться тому, что производят в нынешнем современном мире мировые дизайнеры. Кроме этого, там проходили элитные какие-то выставки, на которые сложно было попасть. Я либо запрашивала аккредитацию, либо стояла в очереди. Так, однажды я попала на выставку каких-то дорогущих часов. Потом была выставка Coco Chanel. Мы туда вместе с подругой ходили. Ну, в общем, не только искусство, но также и предметы роскоши можно увидеть в этой галерее. А на площади герцога Йоркского, Duke of York Square, находится огромное количество кафешек, баров и ресторанов, в которых англичане любят проводить всё своё свободное время с семьёй. Также на спортивной площадке рядом с Saatch Gallery часто проходят различные мероприятия. И я ходила туда смотреть полуфиналы, финалы вимбелдонского турнира, потому что там была расположена такая уютная зона, где на большом экране с шампанским и с клубникой можно было посмотреть чемпионат мира по теннису. Ну, о вимбелдоне я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Мне однажды удалось выиграть билеты и побывать на самом чемпионате, и это шоу, можно так сказать, запомнилось мне на всю жизнь. Также именно в районе Челси многие бутики выставляют к вимбелдонскому чемпионату что-то, связанное с теннисом. Так, мы видели оформленную какую-то одежду с теннисными мячиками, есть бар, в который каждый теннисный турнир меняет вход и делает какую-то цветочную композицию вместе с теннисными мячами. Много различных кафешек и ресторанов украшают свои витрины в теннисном стиле. И также в качестве репортажа я ходила туда это все снимать. В общем, границы района Челси проходят по набережной реки Темзы, которая называется набережная Челси. Также этот район находится между Баттерси Бридж и Челси Бридж. Этот район включает в себя очень красивый, самый мой любимый мост в Лондоне. Это Альберт Бридж. Он такой воздушный, зефирный. Часто, когда я была в Баттерси парке на другой стороне Темзы, фотографировала этот мост и просто ходила и восхищалась им. В 2013 году я решила прогуляться по району Челси, поснимать его на видео. И вот вам показываю некоторые кадры. Начинается он с небольшого такого местечка, которое называется Words and Place, то есть Конец света. И идет по Kings Road, это Королевская улица, которая была построена Карлом II для того, чтобы проехать из своей королевской резиденции в Хамптон-Корт через Патни. С тех пор она стала поистине королевской и так и носит название Kings Road. По этой дороге я еще, когда жила в Фуллами, часто ездила в центр на, по-моему, 22-м автобусе. И из-за окошка своего автобуса наблюдала за жизнью в Челси. И когда-то мечтала жить в этом районе. Ну вот мне удалось немножечко на окраине этого района пожить на Перскорте. А так я очень часто ходила пешочком до центральной площади в районе Челси, которая называется Sloan Square. Я называю это площадь слонов, но на самом деле где-то в интернете я нашла описание слова Sloan, что означает женщина, которая ничем не занята, кроме гламурного образа жизни. И которая провозит все свое время в магазинах. Именно здесь огромное количество бутиков, где можно найти даже такие вещи, которые вы не найдете ни в одной точке мира. Челси – один из самых богатых и престижных районов города. Он является частью королевской административной единицы под названием Кенсингтон и Челси. Здесь живет много аристократов, английской знати. Этот район также пользуется бешеной популярностью у богатых русских. Здесь приобрели когда-то свои дома многие российские олигархи, отдав за это популярное место под солнцем баснословные суммы. Главной достопримечательностью района Челси является Королевский военный госпиталь, в котором каждый год уже на протяжении более 300 лет проходит знаменитое на весь мир цветочное шоу, о котором я вам уже тоже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Мне удалось побывать там в качестве прессы два раза и посмотреть, что же происходит на Челси Флавер Шоу. Кроме того, в последние годы здесь также приуроченный к Челси Флавер Шоу проходит фестиваль Челси имблум. И люди, которые не попадают на Челси Флавер Шоу, могут насладиться красотой цветочных композиций по всему району Челси. Практически каждый бутик, каждый ресторан и кафешка украшают свои витрины цветочными композициями и экибанами. И около 80 скульптур каждый год принимают участие в этом конкурсе на лучшую композицию фестиваля под названием Челси имблум. О нем я уже тоже вам рассказывала. Если хотите, смотрите в этом ролике. Также в этом Королевском военном госпитале в конце июня, начале июля проходит выставка Мастер Пис. Это выставка антикварных и ювелирных украшений и предметов интерьера, на которой мне удалось побывать в 2016 году в качестве репортера. Я, правда, снимала только фоторепортаж. И вот что у меня получилось. Показываю вам очень красивые дизайнерские и дорогущие предметы интерьера, а также ювелирные украшения, представленные на этой выставке. Однажды, когда я еще плохо знала район, не ориентировалась в нем, я пошла искать колледж Кенсингтон Фильм Студия, по-моему, так он назывался, и заблудилась. И попала вот на такую вот красивую церковь. Это одна из главных церквей в районе Челси. Там находится очень приятный небольшой такой садик, где можно погулять и спокойно посидеть на лавочке, отдохнуть и понаслаждаться природой. И где-то в этом примерно районе я видела дом, на котором была такая синенькая табличка, где было написано «Здесь жила принцесса Диана». Вот такие вот иногда случаются открытия. Просто ходишь, гуляешь по улочкам Лондона и узнаешь что-то новенькое и интересное. Так что, если вы когда-нибудь будете в Лондоне, обязательно посетите район Челси и просто погуляйте и понаслаждайтесь этим тихим и спокойным районом, который, кстати, считается один из дорогущих районов Лондона, наряду с Белгравией, Кенсингтоном, Мэйфея и Найтсбриджем. Об этих районах я тоже когда-нибудь буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Челси считают районом богемы и центром всевозможных инноваций. Наиболее ярким явлением этой эпохи стало братство прерафаэлистов, опиравшегося в своем творчестве на искусство раннего возрождения до Рафаэля и ставшего первым в истории английской живописи объединением художников, чьи полотна сегодня широко представлены в галерее Тейта, Тейт Гэллери. Однажды, когда я шла к Саач Гэллери посмотреть финал Уимбилдонского чемпионата мира по теннису, мне встретились местные художники, которые по всей Кингс Роуд стояли и писали свои картины. Так было приятно понаблюдать за их творчеством, и я в качестве репортажа тоже пофотографировала разных художников и разные уголки района Челси, которые о ней пишут. Одна из картин мне запомнилась тем, что художник писал пожарную станцию района Челси, Челси Fire Station, на 150-летнем юбилее, которого мне удалось побывать ровно через год. И там нам показывали не только современные пожарные автомобили, а также как работают пожарные в экстренных ситуациях, спасая людей из огня или вырезая людей из побитого автомобиля. Репортаж о котором я тоже сделала и вам показываю сейчас. А на обратном пути, после того, как я пошла домой, в этот же день мне попалась акция протеста против Crossrail. Так получается, что в районе Челси работает только одна станция метро, это Sloan Square. И там же хотят открыть станцию Crossrail. То есть это такой городской экспресс, типа электрички, только подземной, я так понимаю. И там вот в районе пожарной станции хотели открыть остановку этого Crossrail. И местные жители протестовали против такой остановки в районе Челси. И так как я снимала репортаж и спрашивала, насчет чего бастуем, меня попросили также подписать их петицию. Ну, мне было несложно. И за это мне дали вот такой вот постер, который стоит у меня на полочке напротив моей кровати и греет мне душу. I love Chelsea. Ну и написано No Crossrail 2 in Chelsea. Ну, то есть вот такая вот открытка мне осталась на память о моем любимом районе Челси. Еще я заметила, что в этом районе очень часто можно обнаружить дорогущие автомобили, кабриолеты и различные кадиллаки. А также почему-то именно в этом районе люди очень часто ходят в дорогих сине-белых одеждах и соломенных шляпах. Вот почему-то я это замечала только в районе Челси. Чаще всего это белые или бежевые брюки, либо юбки с синими джемперами, пиджаками, блузками. Ну, или наоборот, белые блузочки с синими брюками. Также в 2016 году, когда я снимала приезды знаменитостей на Chelsea Flower Show, напротив входа в военный госпиталь была акция протеста против Брексита. А над военным госпиталем пролетал вот такой вот странный военный вертолет-самолет. Я назвала его верто-самолет. И так как гул его был слышен издалека, мне удалось сделать несколько кадров. И было очень страшно, что же это происходит. По-моему, в тот день в Лондон приезжал какой-то из президентов, я не помню какой страны, то ли Америки, то ли Турции. И я связала этот инцидент с этим мероприятием. Возможно, куда-то кого-то везли на таком вот верто-самолете. Ну, я поснимала, показываю вам, какая военная техника есть в Англии. В целом, Челси, несмотря на гламурность, это тихий, светлый и мирный район, где можно с удовольствием походить по узким улочкам и порассматривать красивые дома. Здесь можно также походить по магазинам. В целом, уровень цен здесь высокий. Но есть очень много всего модного. Причем настолько, что такие вещи нельзя найти ни в Москве, ни в какой-либо точке мира. Это продается только в Лондоне и только в районе Челси. Я же любила ходить туда на шопинг в огромный магазин Питер Джонс. Это департмент 100 Джон Льюиса. И вот в последние годы, когда у меня была финансовая подушка безопасности, и плюс к этому я неплохо зарабатывала няней и собаководом, а также репортером, я ходила туда на распродажи и покупала очень красивые, дорогущие вещи по бросовым ценам. Скидки были вплоть до 75, даже 90%. Например, одну блузку я купила за 25 фунтов, а стоила она изначально 150 фунтов. В общем, в последнее время я припарохлилась в Джон Льюисе. Это стал один из моих любимых магазинов. Там действительно продаются вещи хорошего качества, хороших материалов, тканей. И такие, которые, возможно, не продаются больше нигде. Ну а также, так как я стала лояльным покупателем, у Джон Льюиса у меня появилась loyalty card, по которой я часто получала какие-то плюшки. Раз в один или два месяца мне присылали ваучер на бесплатный кусочек торта с кофе. Так вот, в свой последний приезд я воспользовалась этой ситуацией и ходила просто попить кофе со сладким в Джон Льюис. Как можно получить такой бонус, я вам показывала в один из своих последних визитов в Лондон. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Ну и также забегала в магазин, чтобы посмотреть новый ассортимент товаров. Кроме того, в последний год моей жизни в Лондоне мы с мамой прикупили там без скидок дорогую посуду, вилки, ложки и ножи, а также пару кружечек по 10 фунтов. И еще именно в этом универмаге, Питер Джонс, я купила себе вот такие вот пионы. Это очень модно в Англии иметь на кухонном столе букет из пионов. Вот такого вот образца. Некоторые покупают понежнее цвет. Ну, в общем, стоил у них вот такой вот один цветочек, по-моему, 15 фунтов. А по скидке я купила его за 2,5 фунта. И вот получился такой вот букет из 7 пионов, который стоит у меня здесь в зале на подоконнике. И я до сих пор наслаждаюсь видом вот такой вот вазочки родом из района Челси. Ну вот пока и все, что я хотела вам рассказать о лондонском районе Челси. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Продолжение следует...